Второй эпизод продолжается. Шон с Дэнилем собираются на следующее утро после последнего вечера, проведенного в доме, который был у их убежищем в течение нескольких недель. Балкам, пора в путь. Уже видно, что они убрали все предметы, которые были. Их, по крайней мере. У Дэниля настроение, конечно же, не ахти. Дэниль, я пришел. Как ты делаешь? Весомый. То есть, не налегке пойдем. Посмотрим, какие предметы мы здесь не видели. Большинство я узнаю. Кубики. После вчерашней легендарной игры я их никогда не забуду. И точно мы не намерены их оставлять. Надеюсь, мы еще сыграем, кстати. Я, наконец-то, смогу победить. Так, но не сейчас, естественно. Это что за книга? Старая книга. Нашел в одной из пален. Наконец-то я смогу ее почитать. Ночь в лесу. Ну, не знаю. Это похоже на какой-то ужастик, кстати. Очень классный арт. Я бы сыграл в такую игру. Вот именно с такой визуальной эстетикой. Ну, ладно. Просто странно немножко читать такую книгу, когда они сами по лесу ходят. Это слишком как-то крипово. Что еще? Плед. Это уже мы его видели ранее. Просто теперь он, наконец-то, в рюкзаке. Ну, и по мелочи. Две банки осталось. Было же четыре. Три, то есть три оставалось после нашего ужина. Может, они еще одну успели съесть. Старые игры прикольные. У них никогда не сядут батарейки. Это тоже верно подмечено. Так, ну остальное мы вроде как видели более-менее. Что у Даниэля в рюкзаке? Старый брезент. Этот брезент защитит нас от дождя или снега в пути. Комикс. Про Ход-Догмена. Про него же мы и мультфильм смотрели, кстати. Да. Во, у него, оказывается, одна банка лежит. Понятно. Равиоли, да. Которые они уже терпеть не могут. Но выбора особого нет. А вот в дневнике наверняка появилась какая-то новая запись. Это вот последняя игра, по-моему, да? Ты старался, Шон, но я все равно лучше. А, нет, это не последняя игра. Это вот до этого, которая была. Похоже. Так, ну, а вот последняя запись, видимо, посвящена Креста. Первому декабря. Сегодня был прорыв. Он остановил летящий снежок. Плюс тяжелый камень. И в то же время Даниэлю все хуже. Температуры пока нет, но еда закончилась. Почти закончилась. Завтра отправляемся в Бивер Крик. Да, по карте посмотрим, может, где... Это не то, чтобы нам важно сейчас, потому что они и так знают дорогу. Но, может, здесь будет видно Бивер Крик, где это находится. Ну, так, вроде как... И не видно его здесь, на первый взгляд. Ладно. Будем надеяться, что они не потеряются. Так, посмотрим, что там, как у Даниэля. Раздражен. Так, не ругайся. Так, не больше, чем вы. Конечно. Как всегда, ты слабая. Ай-ай-ай, отдохи. Что ты делал? Что... Ах... Ах... Ты не можешь поделить весь двор. Не волнуйся. Ты... Супер-сокий. Брага-брага-брага-брага-брага-брага-брага-брага. Ах... КОНЕЦ Так, наполнить фляги точно к важному. Чтобы взять с собой. Где у нас там вода? Окей, здесь много всего осталось. Мы здесь ничего не возьмем. Лекарства, может, все-таки нужны? Но они все просрочены, вдобавок еще, скорее всего. Сейчас обстановка достаточно спокойная, но есть ощущение, что как будто может что-то случиться в любой момент. Не знаю, откуда эта тревога. Так, подушка для грибочка. Не берем. Ну да. Эх. Будем скучать по ней, да? Мы так счастливы, что эта тревога еще работает. Не бы не было долго, без его. Ладно. Все. Складываем. Да, что-то слишком тихо. Как будто далеко убежал. Нехорошо. Черт, искать прямо. Даниил! Даниил! Эй, ты здесь? Так, мы это проходили. Надеюсь, это не очередной его розыгрыш. Хотя нет. На самом деле, надеюсь, что это именно розыгрыш. Даниил! Солнце светит, такая, вроде, умиротворенная атмосфера. И в то же время, куда он делся? Где он? Ну, может быть, есть смысл проверить там, где они обычно тренировались. Да? И, может, это его как раз следы? А может, и нет. Вот еще следы куда-то ведут. Сложно сказать. Мы тратим сил сейчас здесь, блуждая вокруг дома. Точно. Вот, наконец-то, можно вновь попробовать позвать его. Даниил! Где ты? Я говорю, непонятно, это следы свежие или нет. Ночью снег шел или нет. Опять же, ветер дул или нет. Что они делают? Где? Мы должны уйти. Друзья! Что ты делаешь? Ты его видишь? Я его не вижу просто. Нет. Я должен найти Даниил и мушку. Может, она не в этой стороне? Просто я не заметил. Подожди, нужно внимательнее присмотреться. Что? Какая еще? Будем надеяться, что это кролик. Что за хрень случилось здесь? Так. Раньше времени не нервничай. Даже пускай музыка нас не смущает. О, нет. Только пускай это не грибочек. Почему-то я думаю, что это грибочек. Я говорил, что нам будет сложно с собакой передвигаться, но... Но нет, только не так. Это не хорошо. Бандана была на грибочке как раз-таки. Черт возьми. Да, это именно так и пахнет. О, боже, Даниэль. Как ему теперь после этого будет дорогу отправляться? Черт, это точно не кролик уже. О, боже, волк. Даниэль? Или нет? Кто это? Рысь? Скорее, рысь. Даниэль, не двигайся. Он убил ее! Она была моя другая! Терпись, хорошо? Мистер, оставь меня! Нет! Охренеть, вот и рысь поднял. Не вмешиваться, и тогда Даниэль использует силу. Да, понятно, все достаточно хорошо показано здесь. Или вмешаться. Ну тогда она может на нас напасть, как вариант, или убежать. Я думаю, мы лучше не будем вмешиваться. Я не знаю, насколько морально это правильно. Он свернул ей шею. Я думал, он ее откинет. А он свернул ей шею. Это просто... Уходить собирались. Отличное начало. И у нее сейчас место, тем более еще вдобавка, целых две травмы. Он убил... Убита собака, и он убил рысь. Нет, надо было вмешаться. Это была ошибка. Черт. Нужно будет ее хранить сейчас. Мы потратим на это полдня, если не больше. Нельзя ее просто так оставить. Я прямо здесь. Блин, ну как обидно. Как мы умилялись грибочку, да? Как мы ей умилялись. Сценаристы сволочи. Ну ладно. Я не чувствую вот этого облегчения, которое как раз связанного с тем, что... Вау, нам не придется заботиться о собаке. Конечно нет. Интересно, сколько часов они потратили на это? Ну, может быть, даже быстро все-таки сделали. Here. You should do it. Да, уж взрослеем... Не по годам. Что за мрак-то? Вообще жесть. Что за мрак-то? Ну... Если вы хотите сказать что-то. Ух... Ну как так-то вообще? Ну как так? Ну что это такое? Вот это выражение лица. Но еще со слезками. Ну что, прощай. Собаки в раю. Это, конечно, немножко... По-моему, не по-христиански. Или... Не-а. Но это тоже, знаете, сейчас такое сказать. У нас и так зима на дворе. Еще такое говорить. Нет. Это был важный выбор. Да, только не рисуй из этого места, в которое нужно срочно всем попасть. Окей. Мы должны идти. Уже скоро стемнеет. Офигеть, ребята. Блин, мы должны были вмешаться. Должны были. Я просто подумал, что он не убьет ее. Он сильно откинет. Но если убьет, то вот... Как-то не таким жестоким образом. Хотя уж не знаю, какой образ жестокий, какой нет. Вот так вот. Все. Все, казалось, было запланировано. Отличный. Провели последний вечер. Грибочек была с нами. Я думал, все. Сейчас мы как раз таки начнем. Отправимся в путь сразу же. Вот теперь такое. Но теперь здесь жить без грибочка, когда рядом ее могилка. Я не знаю, это... Все, это уже не вариант. Теперь я как-то даже... Да уж, они нам в пути, так как мы их будем использовать. Я не думаю, что мы теперь будем останавливаться надолго так. Пока-пока, лорд-сеномен. Ой... Он смотрел на нашу мушку. Вот именно. Это место могло запомниться этими снеговиками очаровательными. А теперь... Ими и могилой грибочка. Да, не на такое прощание с домом мы рассчитывали. И тоже это случилось как... Ну не что-то такое вот... Казалось бы, драматически... Предсказуемое. Этого могло просто не случиться. Ну, исходя из... Развития драмы их дорожного приключения и так далее. За такая сцена, которая внезапно влезла, но достаточно убедительно влезла. Так, мы двигаемся на юг, судя по всему. Здесь снега меньше. Или как? Нет, снег есть все еще. Они даже не по дороге идут. Тут офигеть опасно. Впрочем, после этого инцидента с рысью я бы не боялся диких животных. С другой стороны, понятно, что он бы не смог так сделать, если бы не разозлился. Собственно, сильная эмоция. Мы это уже поняли. Именно они подпитывают его энергией, его силу. Хоть он и научился сконцентрированно ими пользоваться. Мы, судя по всему, покидаем лес. Судя по этому охрененному кадру. Но, вроде как... Да. Тут один лес заканчивается, другой начинается. Одна речка сменяется, другой. И даже мосты сломаны. Но я думаю, дорога, время залечит его рано. Я имею ввиду то, что случилось там с грибочком. Должно стать полегче. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сколько дней они уже в пути? И почему так далеко от дорог? Неужели они боятся, что их прям... Вот, наконец-то вышли. Что их прям поймают там, что ли? Они далеко от дома. Их не то чтобы ищут там Интерпол. Он еще и болеет, черт возьми, до сих пор. Как они вот эти несколько дней пережили, судя по всему, в лесу? Вроде как, держится молодцом. Но ночи должны быть вообще страшные. Так, куда-то добрались. Бивер Крик. Туда мы и двигали изначально, да? Это то место, где как раз живут... Их дедушка с бабушкой. По линии матери. Конечно, тоже страшно, что может нас ждать. Но вот этот успешно проделанный путь все равно их должен, мне кажется, воодушевить и нас тоже. То есть надежда какая-то у нас должна была появиться. Так. Они все еще в Бивере Крик ведь? Да, окей. Ой, какая-то обстановка-то сразу холодная. Мы сделали, Даниил. Это было много времени, когда я был здесь. Когда это было? До того, как ты был родственником. Рождество ведь. Что ж, ну, это волнительный момент. Ну, на самом деле, у нас такая вот промежуточная серия, короткая достаточно получилась. Чего я жду, чего я жду? Я волнуюсь. Подожди. Мне кажется, нужно вот этот перевод. О, переход, точнее. Как раз-таки сделать именно такой промежуточным эпизодом. Так, ну, короткий интермедия. Короткая интермедия. Но, впрочем, у нас в этой интермедии случилось ужасное событие, да. А уж встречу вот эту мы оставим на потом. Да. Думаю, так будет правильнее. Продолжим в следующей части. А пока что всем пока.